Ну что же, всем привет дорогие друзья, с вами Ложка, и сегодня мы продолжим играть в группу названий Minecraft 1.7.10. И как вы помните, в прошлой части мы остановились на том, что сделали себе вот такую вот серебряную палочку. Это у нас серебряно-древесный жезл, и мы его сейчас пока что не можем получить, связано это с тем, что наша палочка не вмещает нужного количества аспектов. И, короче, надо эту проблему, конечно же, решать, я ее как-нибудь в скором времени решу, я это просто так оставлять не буду. И, по-моему, я сейчас здесь что-то слышал, или мне показалось. А, это, наверное, дракон, ну ладно, неважно. Короче, для того, чтобы решить эту проблему, нам понадобится скрафтить кучу такой зачарованной ткани, крафтится она следующим образом, 4 нити и 1 любая шерсть. И, как бы, тут тоже небольшая проблема, у нас нету никакой шерсти, у нас всего лишь 11 ниток, а минимум нам нужно, получается, 4 шерсти и 16 ниток только на одни сапоги Тауматурга. Ммм, то есть, ну как бы, вы сами прекрасно понимаете, это пипец. Поэтому я пока что приостановлю создание этой палочки и сразу же приступлю к самому интересному, наконец-то, черт возьми, я их еще 10 серий назад хотел скрафтить. Это сапоги путешественника. Делаются они вот таким вот образом, у меня, в принципе, хватает даже на 2 зачарованные ткани. Да, но у меня надо еще где-то шерсть поискать, посмотрим. У меня все остальное вроде как есть, то есть, перо, грозовые кристаллы, рыба, и где-то еще надо будет достать 25 полетов и 25 путешествий. Да, поэтому давайте приступим, не будем медлить, дракон, ты давай пошел отсюда, посмотрим, что у нас есть. Есть ли у нас перо? Так, перо. Здесь нету. Это уже плохая новость, на самом-то деле. А здесь есть? И здесь нету. Еще хуже новость. Так, ну-ка, может ты что-то скрываешь? Да, у нас есть перо, это замечательно. И нам еще надо будет в середину положить, я забыл что? Это кожаные ботинки. Крафтятся они из чего, кстати? Четырех кожи вроде, да? А у нас сколько? Одна кожа. Ммм, круто, офигенно. У нас снова чего-то не хватает. Господи, снова нужно куда-то идти, у меня прям не бомбит. Капец, серьезно. Так, ладно, давайте тогда подумаем, что можно сделать. У нас перо есть, у нас рыба есть, у нас два грозовых кристалла есть, и у нас нету зачарованной ткани. То есть мы ее можем скрафтить, но у нас нету двух шерстей. Или есть? Вот я проверю на всякий случай, в принципе проверяется быстро. Так, тут шерсти нету, тут шерсти нету, здесь тоже ее нету, а здесь тем более. Ммм, да. Ну, короче, получается, нам сейчас нужно будет лететь на драконе, искать, во-первых, две шерсти, а во-вторых, нам надо будет искать что-то еще. Это коров, да. То есть нам нужна срочно кожа, прям с рачником нужна она. И поэтому я, скорее всего, сейчас ставлю на паузу, на драконе лечу, и мы увидимся через пип. Раз, два, три. Пип! И... Одной проблемой меньше я нашёл овец. Отличненько. Нам, в принципе, нужна всего лишь, наверное, одна, потому что выпадет две шерсти минимум, я надеюсь. Да, три шерсти сразу. Но я всё-таки соберу ещё побольше, потому что нам по-любасу понадобится скрафтить ещё таких тканей, чтобы потом сделать мантию, ботинки, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я не помню, как называются штаны. Шаровары, точно вспомнил. Вот, эти шаровары нам тоже понадобится скрафтить, поэтому я сейчас сразу наберу кучу шерсти. И ещё кое-что, тут куча свиней. Поэтому я их тоже понаубиваю, потому что мне надо будет покормить персика, моего любимца, моего маленького любимого пёсика. Так, вот эту вот овечку ещё убью. Ой, какую овечку, в смысле, пига. Да. Подождите-ка! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, мне кажется, или я нашёл данж? Оу-е! Да я же нашёл данж! И тут у нас 19 огня. По-моему, это, кстати, злой узел. Давайте проверим. Да, зловещий узел, и я получил кучу очков Игниса, Эйр, Пердитя, Мортуса и Тенебри. Хорошо. Так, а чё никто не спавнится? Эй, привет! Сложность у меня лёгкая, странная, немирная. Тут почему-то спавнеры не заспавнились. А-а-а! Подождите-ка! Я же здесь уже был! Да, я вспомнил, я здесь уже был. Блин, я уж понадеялся на какую-нибудь крутую штуку из сундуков. Кстати говоря, ещё в прошлой части, когда я летал на драконе без записи, я, смотрите, чё нашёл. Обычное сокровище. Если его открыть, то, по идее, что-то выпадет. Давайте проверим. Зелье вреда. Ммм, понятно. Я его, пожалуй, выкину, окей. Хотя, подождите, зелье вреда. По-моему, она для чего-то нужна. По-моему, из зомби-жителя можно сделать простого жителя, и как раз зелье вреда нам понадобится. Ладно, так и быть, я оставлю. Так, его, лечебное зелье. Вот это уже лучше. Так, ладно, окейушки. Где мой дракон? Я его что-то уже успел потерять. Так, дракон. Дракон! Дракон! О, перо! О, тоже понадобится, кстати говоря. Дракон! А, вон он. Фух, я его потерял. Ладно, окей, я снова ставлю на запись. В смысле, на паузу. И иду искать. Я уже забыл, что. Что-то я забыл, реально. Что там нам надо-то? Эээ, кожу, точно. Ищем искать коров. Раз, два, три. Пип! Спустя долгие столетия я всё-таки нашёл этих жирных тварей. Вот они, смотрите на них. Прямо возле свиней пасутся. Прямо-таки на горе. Так, мне нужно спуститься как-нибудь. Я не знаю, как это сделать, потому что тут реально такая... Какая-то слишком жестокая гора. Так. Окей, я спускаюсь. Аккуратно. Никого не задавлю. Оп! Отлично. Так, привет, одна корова. Надеюсь, то, что тут где-нибудь соклановцы твои где-то есть, да? Или ты клан только недавно создал. Всё, давай, умирай. Эх, ты где? Стоп. Чё, выпало? Стоп, мне кажется, или крипер идёт? Не-не-не, всё нормально. Блин, чё так лагает? Неужели биом грузится? Ну-ка. Сырая говядина. У меня 14 сырой свинины. И серьёзно, ни одной кожи. Бууу. У меня начинает бомбить. Так, подождите-ка. Я вижу ещё одну корову. Проблема. Проблема может решиться сама собой. Ну, пожалуйста, отдай мне грёбаную кожу. Поделись мне своей силой. Так, опять нет. Серьёзно? Офигеть. О, проблема снова может решиться сама собой. Ну-ка. Ну, пожалуйста, дайте мне кожу. Да, одна. Получается, мне ещё две штуки нужно. Две-две-две, плиз-плиз. Тут ещё и овечки, оказывается, есть. Ничего себе. Вообще, прям, все проблемы могу решить. И персик покормить. И найти шерсть. И кожу найти. Так, а вот скелет. Ты мне нахрен здесь не сдался, поэтому пошёл. Ты вон, эй-эй-эй, куда ты меня убиваешь-то? Ты, да ё-моё. Ай-яй. Пол-хп уже снёс. Пошёл вон. Ой, понятно, короче. Я всё понял. Да-да, я всё понял. Я тебя сейчас разведу. Вот так вот. Ха-а. Понял, да? Я мастер Майнкрафта. Развожу скелетов на раз-два. Ну-ка. Выпадет ли мне кожа? Так, овечка чёрная. Её так сразу и не заметить ночью. Ну-ка. Эээээр. Нет. Ну за что? А, нет. Выпало, выпало. Всё, хватает. Наконец-то. Я могу скрафтить сапоги путешественника. Вот такой вот я крутой. Так. Всё. Посмотрим сейчас. Есть ли здесь ещё какие-то... А! А! Абахакался? Господи! Шо такое, маны? Я... Фух Да, это было страшно, просто у меня три сердечка Я подумал, что сейчас сдохну и в итоге дракона потеряю Да уж Ладно, дракон Полетели-ка мы домой Где там, кстати Дом Ой, блин, я потерялся, по-моему там, да? Да, всё, нашёл Короче, увидимся через пип и пип Пип Я вот сейчас, кстати, пока летел, подумал А что, если я переплавлю все эфиры, которые нашёл в прошлой части Сразу же в банке То есть, это мне, не знаю, в следующий раз, наверное, как-то поможет Не знаю, почему я об этом подумал, но давайте мы это действительно сделаем То есть, мы сейчас возьмем все эфиры, чтобы они у нас вот тут вот не копились И сразу же их вот сюда вот положим Так, у меня, кстати, тут что есть? 29 аурам И... и... и все, да? Хорошо, окей Ну что ж, давайте, например, терру положим Она у нас будет плавиться Да, плавится Кстати, тут еще уголь надо добавить, а то у меня вообще маловато Вот как-нибудь вот столько добавлю Ну, в принципе, неплохо, неплохо Тера начинает появляться И, смотрите, здесь у нас снова начинает появляться аурам Как оказалось, каждый эфир в себе хранит аурам Поэтому все то, что я делал в прошлой части, то есть читерил Вы, наверное, смотрели прошлую часть Это было зазря То есть, я мог переплавить абсолютно любой эфир И мне аурам все равно бы дали То есть, это пииииипец какой фейл Поэтому я уже второй раз извиняюсь уже за прошлую часть Да, но все-таки эту ауру мы сейчас специально выкинем То есть я в прошлой части считерил, а в этой части возвращаю То есть я не читер, я пытаюсь играть честно Просто мне в прошлой части пришлось идти на крайние меры Все, я прям с банкой выкидываю Банка в принципе крафтится довольно просто Так, и что тут у нас? Снова аура появляется Да, это уже честная аура, замечательно Так, что мне тут еще можно добавить? Аква, Игнис, Виктус, Виктус это жизнь, да? Так, слушайте, а что если я ее переплавлю? Ну-ка, ну-ка, ну-ка Да, смотрите, плавится Но мне пока что Виктус не нужен Мне, я уже забыл, что там надо Итер, по-моему, и Валатус Полет и путешествие Сейчас сразу сбегаю, посмотрю, есть ли у нас такое изучение То есть такой аспект И если нет, то, конечно же, буду искать во всяких предметах Так, Валатус и Итер Валатус и Итер Ну, по-моему, Валатус у меня где-то присутствовал, да? Так, кстати, пустая банка, я ее заберу, окей Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не Зомби, зомби, мне сейчас не до тебя Я тут немного занят, отстань Нет, нет, я не хочу с тобой играть Отстань, отстань, отстань Так, нет, тут нету ни Валатуса, ни Итера Значит, пошли домой Надо будет сейчас ещё поесть, переплавить всю еду, покормить персика и продолжать делать сапоги путешественника. О, боже, сколько же мне надо всего сделать за эту серию. Так, да, тут Тера уже во второй бочонок перешла. Блин, надо было взять с собой, кстати, бочонок Теры. Чё-то я тупанул, ну ладно, потом. Так, ты у нас, значит, пусть пока хранишься здесь. Значит, сразу же мы берём какие-нибудь вещи, смотрим, где у нас хранится Итр и Валатус. Так, магические аспекты. Гелум, Фэймэс, Когнитио. Нет, это всё мне не нужно. Хьюманус, Орда. Так, подождите, где у нас Валатус? Неужели я его не изучал? Вот он. Есть он у нас в перьях. Не, ну это понятно, в перьях он всегда присутствует. А больше нигде, что ли, да? Ну, блин, ладно. Валатус и Итр. Я его, походу, уже успел пропустить. Я забыл, кстати, как он выглядит там, вот так, да? Вот, он у нас хранится в маяке, а крафтится он, капец, как сложно. Он у нас хранится в порт... Что? В портале? Подождите, это случайно не в этом портале? Я просто хочу проверить на всякий случай. Ну-ка. Действительно, здесь есть Итр. Не, ну я его всё равно никак добыть не смогу. Это же портал, чёрт возьми. Так, ладно. И где там ещё в Эндер Пёрлах? Эндер Пёрлах у нас вроде как есть. Да, четыре штуки. Воу! Нифига себе, да мне этого, в принципе, будет... Неееееееееет! Жопа говну-говну-говну-говну-говну... Спокойся. Ах ты гребаная ты варь! Ах тыitsirer... Ах ты, жопа какашечная. Да что ты будешь делать! Ну, кругом этиans! Ну играю на легком уровне сложности. Ну нет, все равно нужно что-то взорвать. Боже-KoSp МoS%ди! Так, я запутался. Итер, итер. Значит, у меня есть 4 эндерпёрла. Угу. Мне нужно там 25 итера. 4 на 4 это 16. Получается, мне в любом случае не хватит. Может быть, где-нибудь у нас есть ещё эндерпёрлы? Вот чисто проверить охота. Ну-ка. Гнилая плоть. У меня тут всё изучено. В принципе, нет. Итер я, наверное, больше нигде не задостану. Да, поэтому мне сейчас придётся идти в свой старый дом. Далее идти в портал. И там уже выбивать эндерпёрлы. Я сейчас, скорее всего, поставлю на паузу, чтобы вам опять не было скучно. Так, где у нас дубовые доски? Вот они. Да, вот у меня пипец грёбаный крипер. Ну что ж ты всё взрываешь-то, а? Весь инвентарь захламлён теперь этой землёй грёбаной. О, боже мой. Прямо бомбить начинает. Так, ну ладно, пока что не так сильно. Значит, зелье вреда сюда всё положу. Блин, я бы на самом деле вот так вот сделал. Пиум, пиум, пиум. О! О, сразу чистый инвентарь. И вот это я тоже сюда положу. О! Аж приятно смотреть. Так, значит, алмазный топор взяли. Этого мне будет достаточно. Берём дубовые доски. Делаем себе сразу же корабль. И плывём. Ом, да, я не хочу сейчас тратить лишнее время. Я просто хочу приплыть, добыть, уйти. Увидимся через пип. Пип! Один с жемчуга эндера я всё-таки нафармил. В принципе, этого будет, наверное, достаточно. То есть у меня будет примерно 50 итера, если ещё совместить с теми жемчугами, которые у меня дома хранятся. И также, кстати, пока я бежал до портала, я накопил 3 яйца, потому что я так подумал, а почему бы мне не сделать собственную ферму курятинов, которые будут мне каждый раз выдавать перья. Да, потому что валатус мне действительно понадобится. Здесь, кстати, ещё эйр есть. И, короче, мы возвращаемся. Пойди, я сейчас появлюсь сразу же дома. Надеюсь. Раз, два, три. Ха! Да, я появился сразу же дома. Фух. Да. Блин. Капец. Мне аж противно смотреть на то, как у меня здесь всё так сломано. Поломано. Переломано. Обломано. Соломины голем. Убирай. Так, ладно. Значит, у нас есть один с жемчуга эндера. Мы сейчас это всё переплавляем. Хотя, стоп. Стоп. Стоп, 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 стоп. У нас здесь пустота должна быть, насколько я понимаю. Так, ну окей. Раз у нас должна быть пустота, я сбегаю на всякий случай домой. К себе, к маяку. И посмотрю, какие у нас тут банки заполнены, какие нет. Так, у нас там, значит, есть приконтатия. Здесь есть ещё и аурум. Можно его, в принципе, забрать. Сколько тут? 37, да? Ну, давайте так и быть заполним. Далее возьмём терру. Да, заполним. И, в принципе, больше там мне нечего копить. Погнали! Я, конечно, не знаю, что я сейчас буду делать с Валатусом. То есть, с перьями. Да, потому что у меня их тупо нету. Но я всё-таки постараюсь как-нибудь выкрутиться из этой ситуации. Значит, мы берём банку с эссенцией, банку вторую. И заполняем. Вот это вот, отлично. И какую? Ой-ой-ой, тут Виктус начал появляться. Блин. Совсем забыл про него. Так, и терру. Так, ладно, всё. Похоронитесь пока где-нибудь вот здесь. Ох. Блин, мне прям приятно смотреть на полностью заполненные банки. Так, и всё вроде как. Это можно положить в какую-нибудь другую банку. Только у меня их сейчас нету, поэтому я скрафчу. И потом уже приступать к созданию Валатуса и Итера. Так, стеклянные банки. Так, во-первых, заряжённые там наконечники. Идите в жопу. Стеклянные баночки мы сейчас создадим. Пойди, мне хватит где-то на две, да? Или на три даже. Вау. Стоп, стоп, стоп. Да, три дубовые плиты у меня как раз есть. Замечательно. Стоп, стоп, стоп. Семь шерстей. А, подождите, это же те шерсти, которые я накопил с овец сегодня. Мне уж показалось, это у меня хранились до этого. Фу. Блин, это был бы такой фейл, капец. Ну что же, у нас есть три банки. Сейчас мы возьмём, например, Виктус. Потому что Виктуса у меня вроде как до этого не было. Далее мы кладём жемчуг Эндера. Он у нас переплавляется. И мы получаем целых четыре Итера. Четыре каких-то ещё аспекта. И какой-то там ещё один аспект. Неважно. Мне главное Итер. Плис, ты начнёшь появляться? Да, вот, видите, да? Какой-то странный аспект. Я такой ни разу не видел. Здесь пока что ничего не появляется. А здесь как было, так и осталось. Так, ну и что? Почему в той баночке ничего не появляется? Может быть мне его попробовать переставить? Эй! Ты чё, завис что ли? Давай, появляйся. Во! Прикантатия? Что? Да, здесь действительно есть Прикантатия. Блин, ну мне нужен Итер. Как вы не понимаете? Капец, ладно, я тогда вот это вот уберу. Я не знаю. Не нужен ты мне больше аурам. Во! Итер начал появляться! Ура! Боже мой! Ура! Всё, мне нужно их дождаться целых 25 штук. Но! Чё мы будем делать с Валатусом? Давайте посмотрим. У нас, значит, есть одно перо. Оно хранит в себе 2 Валатуса. Нам нужно 25. Это получается, нам нужно где-то 13 перьев, чтобы было 26 Валатуса. И у нас всего 4 пера. М-да-эм. Окей, ушки, я тогда сейчас подумаю, поставлю на паузу, посмотрим, что можно из этого всего сделать. Но, перед этим я, наверное, всё-таки яйца разобью. Может быть, у меня получится хотя бы одного курятина сделать. Пожалуйста. Раз, два, три. О, серьёзно? С первого раза. Замечательно. Так, стоять, стоять. Пока что я не нажимаю на паузу. Может быть, даже и не придётся. Я создаю забор. Пожалуйста, я успею. Как он там создаётся? Его вроде как крафт изменили, да? Так, значит, создаю вроде как палочек много. Потом палочки обкладываю вот таким вот образом. И создаю. Так, это у нас получилась калитка. Ладно, калитка тоже пригодится. Блин, как забор делается? Я реально забыл. Офигеть, как я мог это сделать? Это вообще люк! Зачем я люк создал? Стоп. Ещё раз палочки. По-моему, вот так, да? Да, фух. Вспомнил. Курятин? Ты там где? Курятин. Курятин, ты где там? Ты чё убежал? Давай, посиди пока здесь. Куда ты там пойдёшь? Вот здесь. Всё, всё, всё. Сидеть. 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 Так, ну только не на верстаке. О, господи. Эти курицы. Господи. Ну, пожалуйста. Ну, встань ты. Да ём. Ммм. Хе-хе-хе. Боже. Ну, чё тебя к этому верстаку тянет? Чё? Что? 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 Ну? Ну? Что? И что? Ты будешь на нём теперь стоять? Нет. Ты не будешь на нём стоять. Ты будешь стоять там, где я тебе скажу. Теперь он вообще обиделся. Ну, всё, понятно с тобой. Ой, всё. В текстурки залез. Я не знаю, короче, где ты там сидишь, но ты, наверное, сидишь где-то в этом блоке. Вот и сиди. У меня не хватает забора. Подождите, сделаю тогда как-нибудь вот так. Оп. Далее беру забор. Где мой забор? Господи, быстрее. И закрываю. Всё. Сиди. Надеюсь, то, что в скором времени ты вырастешь и начнёшь мне делать потомство. Да. А, боже мой, только это долго. Так быстро валатус я не накоплю. Ну ладно. Ставлю на паузу и думаю, где же можно его найти. Может быть, погуглю немного. Раз, два, три. Пип. 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 Короче, я немного погуглил и понял, то, что перья это самый лучший вариант. Больше я нигде не найду валатуса. Единственное, есть ещё лук. Но в луке всего лишь один валатус. И для того, чтобы мне получается 25 валатуса набрать, нужно скрафтить целых 25 луков. А вы как понимаете, лук это нитки. А нитки мне нужно беречь. Поэтому у меня только один вариант. Это прямо сейчас плыть на тот остров. Снова плыть, кстати говоря, да. И попытаться найти там кучу куриц. Попытаться с них как-нибудь выбить перья. Конечно, я их не буду убивать, потому что сами знаете почему. Я просто возле них похожу. И они, надеюсь, мне как-нибудь сбросят перья. Потому что у меня установлен мод. Короче, нужно всего лишь ждать. Но вам не придётся. Это мне придётся сейчас куча-куча времени мучиться. И просто стоять возле куриц. Так, блин, знаете что? Надо было сначала, наверное, поспать. Блин. Чуть-чуть тупанул. Ну ладно, я тогда ставлю на паузу. Сейчас буду искать куриц. Вон, видите, да, на миникарте их полно. Ходить возле них. И пытаться найти либо яйца, либо перья. Увидимся. Ну, вы сами знаете, через что. ПИИП! Короче, мне надоело. Боже мой. Я тут уже, наверное, минут 10 сижу. И за это время у меня накопилось 11 перьев, 4 яйца. И всё. То есть, это пипец. Серьёзно, минут за 10. Я тут сижу, сижу, гуляю, гуляю. И курятины тут вот раз, вот два. Они почему-то все уплыли в море, я сам не знаю почему. Но я в итоге так изредка проверяю, упало ли какое-нибудь перо в воду. И вообще очень редко нахожу. Серьёзно. Я не понимаю, почему этот мод работает так хреново. Может быть, это, конечно, ради баланса. Но баланс здесь какой-то слишком, слишком уж балансный. Да. Перья так редко не падают с птиц. Ну, хотя, может быть, и падают. Может, я мало знаю. Но в итоге у меня набралось 11 перьев, 4 яйца. Всего лишь грёбанных 22 валатуса. Мне нужно больше, чем 22. Но я, наверное, не знаю, немного ещё подожду. Попробую выбить перья. Скорее всего, вернусь уже вечером. Да, солнце, по-моему, садится уже. И увидимся через пип. Господи, я, наверное, эту серию никогда не закончу. Прошло ещё минуту 3. И вот у меня уже 15 перьев, 5 яиц и почти вечер. Я, наконец-то, могу идти домой. Господи, блин. Я немного уже забыл, как говорить. Серьёзно. Так что вы не удивляйтесь, если я сейчас буду говорить немного медленно. Не знать, о чём вообще я говорю. Потому что я уже просто забыл, ради чего я эти перья копил. Я помню то, что мы, вроде как, сапоги пытались сделать. Но я забыл всё остальное. Вот, серьёзно. Минут, наверное, 10 я копил. Все эти перья. Может, минут 15. И сейчас я, наконец-то, готов всё это засунуть в трубу. What the fuck? Серьёзно? С маленьких куриц тоже падают перья? Ещё одно выпало! Так, стоп, отдай, отдай мне это перо. Отдай, отдай. Соломенный голем, а ну отдай. Так, окей, подождите-ка. Я могу открыть. Он выйдет. Смотрите, с маленьких куриц тоже падают перья. А, пупеть. Сейчас у меня будет уже их 17. Так, давайте ещё одного курятина. Серьёзно. Не одного. С пятиц. Ну да уж, обидненько. Так, ладно, 17. Сразу же кидаем это всё дело сюда. Да, тут мы видим, кстати, 32 итера. 30 сколько там, или 28 приконтатио. 22 даже. А, здесь у нас 32 какой-то непонятной фигни. И давайте мы сейчас сразу же возьмём, получается, банки. Где они? Вот они. Берём итер. Берём вот эту непонятную фигню. Или приконтатио. А, не, я, наверное, лучше ничего не буду брать. Я сразу же оставлю на Валатус. И вы даже не представляете, что я сейчас сделаю. Да, правильно. Я поставлю на паузу, потому что надо снова ждать. Боже мой, Таункрафт такая штука. Боже, всё требует, требует. А мне нужно ждать. Я эту серию уже так долго снимаю. Пожалуйста, поставьте лайк, если вам не трудно. Я стараюсь. Да и следующую серию постараюсь выложить как можно быстрее. Да, голем? Да. Окей, увидимся через пип и... ПИИП! Итак, я готов. Наконец-то. Сейчас мы быстренько всё это разложим вокруг маяка. Так, здесь у нас ничего вроде пока что не выпало. Да, но в принципе мало времени прошло. Я подождал буквально секунд 30. Такс. И значит выкладываем это всё сюда. Далее, что это у нас? Банка Итера. Да, Итер тоже понадобится. И также Виктус. А, подождите, у нас ещё терра есть, стоп. А терру я же забирал, да? Да, я её забирал, ну ладно, пусть тогда она где-нибудь здесь хранится, а Виктус здесь. Ну и что же, нам осталось только лишь разложить вещи, сколько там вещей я уже забыл, но давайте посмотрим. Так, значит, тауматургия, или где у нас? Алхимия, изобретение, да, вот они, собаки-путешественника. Сейчас мы выбиваем, получается, абсолютно любую рыбу, это довольно просто. Грозовые кристаллы берём, кожаные ботинки крафтим, зачарованную ткань создаём и перо, перо. Стоп, я все перья потратил. Нет, 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 только не говорите мне то, что я сейчас снова должен ждать перо. О боже мой, я потратил все перья, не умудрился сохранить даже одного. О господи. Ладно, окей, я думаю то, что с курятина выпадет хотя бы одно, а пока мы просто ждём. Такс, ой, подождите, что-то выпало, я слышал, я слышал. О нет, показалось. Так, ладно, пока мы не просто, точнее, ждём, мы сразу же крафтим зачарованную ткань. Так, значит, нам понадобится две шерсти, берём две шерсти. Хорошо, что мы её выбили. Далее берём четыре, точнее уже восемь ниток, выкладываем всё вот таким вот образом. Стоп. Ой, каким вот таким вот? Нам же вроде как надо только по бокам. Да, и две шерсти. Вот, две зачарованные ткани мы получили. Фух, аспектов хватило и это радует. Далее смотрим. Перо мы сейчас, значит, где-нибудь найдём. Далее крафтим ботиночки. Фух, шерсть у нас есть, точнее кожа. Я дико извиняюсь за то, что сейчас путаю слова, просто я реально уже снимаю эту серию хрен знает сколько времени. Разучился за то время, пока выбивал перья говорить. И так, кожаные ботинки у нас уже есть. Теперь выбиваем любую рыбу. Если у нас её, конечно же, не будет. А у нас её вроде как нет, потому что я её либо быстро съедаю, либо быстро куда-то трачу, либо вообще не выбиваю. И да, у нас её действительно нет. Но у нас есть удочка, которая зачарована на приманку 2. Так что мы, думаю, быстро где-нибудь выбьем. Так, перо появилось. Ну-ка, перышко. Не, а, не одного перышка. Хорошо, я буду ждать. Если что, голем заберёт. Так что оно не пропадёт. Так, стоп! Подождите-ка. А я же вроде как из сундука забирал перо, да? Сейчас на всякий случай проверю. Нет, вот оно, оно! Оу май факинь гад! Да, здесь есть перо, боже, да! О, слава богу, я его не забирал. Молодец, голем, то, что ты у меня его забрал. Я впервые рад, что голем забрал у меня какую-то вещь и не отдал. Так, ладно, осталось только любую рыбу. Так, вроде начала клювать и что-то ничего не получилось. Ладно, подождём ещё немного. Давай, считай до трёх и ты выпадаешь. Раз, два, три. О, о, отлично! Смотрим, сколько пьедесталов мне понадобится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всего лишь шесть, у меня их целых семь. Замечательно, замечательно! Так, но, опять же, перед тем, как я всё это начну делать, я сразу же поставлю здесь доски, потому что в прошлый раз у меня, как вы помните, фиолетовая пыль улетела в воду, и в итоге я долго думал, почему же у меня аспекты тратятся. Так что я сразу же немного размещу досок, чтобы если какой-то предмет упал, я его сразу же подобрал и заново поставил. А, дуба у меня есть, замечательно! Та-дара-дам, тара-дара-дам, здесь поставлю. 31 доска у меня ещё есть, доска точнее. И этого вполне будет достаточно. Так, подождите, неужели здесь будет сейчас такая некрасивая вода? А, нет, бесконечный источник создался, хорошо. Вот здесь вот, и где-нибудь вот здесь. Всё, надеюсь то, что никакая вещь не упадёт. О, смотрите, у нас, оказывается, здесь курятин плавает. У тебя тут пёрышко какое-нибудь есть или яйцо? Ты уже тут довольно долго плаваешь. О-о-о, смотрите, там яйцо, яйцо, я вижу. Так, давай, быстрее, я сейчас задохнусь. Ой-ё-ё-ё-ёй, так, блин, у меня инвентарь заполнен. Ай, быстрее. Фух, воздушный карман успел создать. Так, замечательно, курятин, ты молодец, ты мне дал яйцо. А я пошёл дальше создавать сапоги путешественника. Ух ты ж, господи, как же всё-таки светло. Так, смотрим, значит. Тут у нас как-то всё неправильно валяется. Лучше я проверю, как должно быть. Значит, грозовой кристалл мы кладём куда-нибудь сюда, да? Далее по бокам мы кладём тоже грозовой кристалл и рыбу. Но, видите, да, по бокам у нас ничего не получится сделать, потому что у нас всё неправильно стоит. Порох мы убираем, пшеницу убираем. Капец, какой заполненный у меня инвентарь. Вот так вот по бокам ставим. Во, отлично. Вроде как всё симметрично, и это хорошо. Смотрим дальше. Снизу мы ставим перо и зачарованную ткань. Опять же, ставив всё это симметрично, мы делаем вот так и как-нибудь вот так. Этот пьедестал мы убираем, этот тоже убираем и один ставим сюда. Всё, по идее, это действительно всё настолько симметрично, что, ну, ничего не должно выпасть. То есть мне писали то, что если у тебя нужно 6 пьедесталов, а у тебя 7, то один лишний убери, на всякий случай, чтобы было симметрично. То есть вот я убрал, окей, я вам поверил. Посмотрим, что из этого получится. Значит, идём за всеми вещами. Нам, по идее, осталось только лишь что взять. По-моему, грозовой кристалл только нужно взять, окей. Так, значит, грозовой кристалл, мы его берём. Слава богу, у меня есть ещё немного места. И идём сразу же создавать. Только, по-моему, у меня ещё палка нужна. Палка здесь? Да, палка здесь. Что, 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 чтобы положить-то? Саженец дуба пусть пока здесь полежит. Всё, погнали, боже мой. Неужели я наконец создам сапоги путешественника и буду прям бегать как ошарашенный прям вот так вот быстро? Ой, аж не терпится. Так, курятин, я бы тебе советовал отойти, потому что тебя может током шарахнуть. Я за тебя не ручаюсь, окей? Я говорю, не ручаюсь за тебя, так что лучше просто вали. Слушай, я добра тебе желаю. Уходи, плиз. Всё. Так, пойди. Грозовые кристаллы у нас должны быть здесь. Раз, два. И здесь у нас любая рыба. А теперь снизу я забыл, что у нас должно валяться, поэтому посмотрю. Так, перо и две зачарованные ткани. Ага, я её уже успел создать. Фух, я уже думал не создал. Так, и перо. Фух, посередине ботиночки. Давай. Раз. Два. Где? Куда? Что? А, я их надел. Я уж испугался, куда они делись. Так, да что такое? А ну... Всё, нормально. Такс. И получается осталось только кликнуть. Давайте на всякий случай проверим, есть ли у нас все баночки. Так, у нас должно быть валатус 32. То есть вообще нужно 25, а у нас 32. Замечательно. И чего-то там ещё нужно. Я уже на самом деле забыл. Что за фигня? Как я мог забыть? Я на всякий случай проверю. Так, ладно. Что там надо? Итер. Я его вообще положил. Да, вот он, 32 штуки. Тоже замечательно. Ну и что же. Наджимаем и смотрим, что из этого получится. Раз, два, три. Ха! Так. Ну-ка. Да-да-да-да-да. Всё получается. Всё пока что нормально. Молния меня не бьёт. Ничего не падает. Я на всякий случай буду следить. Лучше вообще следить сзади, чтобы в воду точно ничего не упало. Вот где-нибудь здесь. Сейчас создадим себе такую... Будку. Ну или просто мостик. Так, и всё, следим. Ну-ка. Ничего вроде пока не падает. Да, грозовые кристаллы начали расщепляться. Расщепляться? По идее сейчас рыба-фуга должна расщепиться. Ну-ка. Эй. А, не-не-не-не-не. Ткань расщепляется. Тоже нормально. О, нет-нет-нет-нет-нет! Нет-нет! Упала! Давай, расщепляйся! Всё. Больше ничего не нужно. У меня больше ничего нету. Ну же! Что тебе ещё нужно? Неужели я что-то снова потерял? По-моему, зачарованная ткань выпала, да? Вы видели? Зачарованная ткань просто, по-моему, пропала. Или рыба пропала. О, нет! Господи! Ты снова что-то требуешь! Что ты требуешь? Ну-ка, проверю. Итара ты требуешь! А больше тебе ничего не надо? Валатус один остался. Да, короче, что-то выпало. Я это сам прекрасно видел. Это, получается, мне сейчас снова это нужно скрафтить? Я, на самом деле, точно не знаю, что выпало. Поэтому я сейчас сразу добуду рыбу. И сразу же добуду ткань. Да, то есть, это единственное, что я могу добавить. Потому что все остальное, вроде как я видел, расщепилось. Так, ну-ка, давай! Рыбка, ловись, большая и маленькая, пожалуйста! Не томи! Надеюсь, там, кстати, перо выпало. Потому что без пера я ничего не сделаю. Мне же нужен как-никак валатус с ситаром. О, о, яйцо, неплохо. Да, ну лучше бы ты перо выкинул. Курятин. Так, все, рыба есть. Замечательно. Идем создавать ткань. На всякий случай, на всякий пожарный. Фух, господи, как же я надеюсь, что у меня все получится. Да, вот, перо. Есть. Пожалуйста, иди. Все, замечательно. Перо вроде тоже расщепилось, я видел. И если оно все-таки не расщепилось, то это, конечно же, плохо. Так, ну что же, я тогда ставлю на паузу и сейчас все расщепляю. И возвращаюсь, когда у меня все будет. Раз, два, три. Пип! Прошу прощения, я нажал на кнопку записи, но, как оказалось, у меня не записалось. В итоге я создал сапоги путешественника. Как оказалось, опять же, мне не хватало всего лишь одного перышка, а не зачарованные ткани. И, блин, я опять же дико извиняюсь за то, что у меня не записалось. Я забыл нажать на кнопку. То есть, я как бы на нее нажал, но запись не пошла. Так, ладно, у меня есть сапоги. Я уже тут успел нарадоваться. То есть, я прям не на записи радовался, радовался, радовался. И в итоге, смотрите, что все-таки могут эти сапоги. Во-первых, я прыгаю выше. Во-вторых, я бегаю быстрее. В-третьих, мне не нужно нажимать на прыжок, чтобы забраться на какой-либо блок. И это охрененно. У меня аж персик заголодал. Надо его быстренько сейчас покормить. Надеюсь, то, что вы подождете. Все, замечательно. И, короче, я, скорее всего, на этом серию заканчиваю, потому что мой план на сегодняшнюю серию выполнен. Я говорю сразу, даже если эта серия длится всего лишь 18 минут, для меня эта серия длится капец как долго. То есть, я реально на одни перья потратил очень много времени. На эндер перлы я тоже много времени потратил, пока их выбивал. И, как бы, я надеюсь, то, что вы поставите лайк. Следующую серию я постараюсь выложить как можно быстрее. И, конечно же, в следующей серии я, скорее всего, уже не буду изучать Таумкрафт, потому что возьму небольшой отдых. Да, Таумкрафт, Таумкрафт, Таумкрафт. Мне уже он немножечко надоел. Может быть, я перья... Ой, какие перья? Нитки пойду выбивать, какой-нибудь данж поищу. Просто, короче, поищу действительно данжи, полетаю на драконе. И я заканчиваю на этом серию. Надеюсь, то, что она вам понравилась. Благодаря этим сапогам я действительно теперь смогу многое. А также извиняюсь за запинки в этой серии. Их, наверное, было очень много. И если вы здесь впервые, то спасибо огромное за просмотр. И если, опять же, вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Лоложка и Персик. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok